Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Juke 2011 года выпуска с двигателем 1.6 механика, передний привод Пробег на автомобиле 68 тысяч километров Заменю на нем масло в двигателе, масляный фильтр воздушный и салонный Также посмотрю, если получится, сброшу межсервисный интервал Экспресс-заменой масла Выкачиваю старое масло Для этого снимаю щуп Щуп вставляю трубку и подключаю к аппарату Включаю Масло пошло Откачал масло Возьму Немножко Добавлю свежего Масло использовать буду оригинальное Nissan 540 Номер его идет КЕ900 942 Вся развалилась Грамм 200 Добавлю Чтобы с поддона Собрать Как раз это масло Видно уже Светленькое Что смыл Что в поддоне Осталось Оно убирает В этом плане Экспресс-замена Даже получше будет Все Откачал я масло Теперь Хочу выкрутить Масляный фильтр Сверху Сейчас покажу Как Я хочу Это сделать Снимаю Бачок Расширительный Вот здесь Флажок Отодвигаю От радиатора И поднимаю Расширитель Вверх Все Вот он Видно Фильтр Подсовываю Под него Тряпку И выкручиваю Фильтр Вот он Фильтр Вот видно Хорошо Где он стоит Сейчас Очистителем Карбюратора Смою Подтеки С блока Что здесь Еще хорошо Он стоит На теплообменнике От блока Он отодвинут Поэтому По блоку Он не растекается А бежит Только На защиту На защиту Берем Новый фильтр Новый фильтр Фирмы Зекерт ОФ4182 Наливаю Немножко В него Масло И смазываю Резинку Фильтр Вот так вот Покрутим Чтобы масло В него Впиталось Сам Фильтрующий Элемент И устанавливаю На место Ставлю Вот Опускаю Вниз Ровно А там Тоже Поверну Чтобы Грязь На кромку Не села Одену Перчатки И в перчатках Его затяну Резина На перчатках Позволяет Сделать Это Крепко Все Достаю Тряпку Ставлю На место Бачок Бачок Направляю Снизу И защелка Одна Сверху Заливаю Масло И меряем Уровень Измеряем Уровень Максимум Масло Темненькое Почему Темненькое Хозяйка Меняет Через 15 тысяч Как По Регламенту Ей сказали Сейчас Я только Объяснил Что надо Менять Через Десять В лучшем Случай Будет Сказала Менять Закрываю Пробочку И Меняем Воздушный Фильтр Снимаю Воздухозаборник Снимаю Здесь И вытаскиваю Полностью Клипсы Я уже Отщелкну И сразу Хочу Показать Как Там Стоит Фильтр Я Этого Не Увидел Это 15 Человек Катался С Таким Фильтром Это Откручиваем Откручиваем Этот Болт Две Защелки Одна Вот Защелка Одна Вот Защелка Это Нам Позволяет Отодвинуть Корпус Назад И Снять Крышку Всю Грязь Мимо Фильтра Сосала И Он Даже Как Ну Не Знаю Притом Он Металлический Чтоб Его Так Сложить Что Надо Было С Ним Сделать Фильтр Очень Грязный Закрываю Воздухозабор Притом Продуваю 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 Берем Берем Новый Фильтр Фирмы Зекар Номер Его ЛФ 1465 Устанавливаем На Место Поправляем Резинку И Ставим Две Этих Направляющих В Гнездо Притом Усилия Никакого Не надо Оно Нормально Встает Все Стоит Все Защелкнулось Закручиваю На место Болт И Ставлю Воздуховод Закручиваю Гяку check Закручиваем Ширмы Воздух Закручиваем Ф inaccessible Да Глуб 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 Берем Глуб Глуб все фильтр поменяли теперь идем меняем салонный фильтр открываем бардачок откручиваем саморезы три штуки вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь можно снять разъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем ее... Поддеваем флажок снизу... И снимаем... Можно это сделать, конечно, не снимая бардачка, но открутить 7 саморезов не так трудно. И залазим до фильтра. Судя по грязи, фильтр здесь давно не менялся. Я его даже выдернуть не могу. Он забит листвой. Вот это да! А как у них печка работала! Вот такой вот фильтр! Какой кошмар! Ладно, возьму пылесос маленько. Пылесосом что смогу выберу. Пылесоса Пылесоса Четверт Убрал немножко грязь, берем новый фильтр фирмы Зекерт И F3131К угольный Вот такой вот фильтр, стрелка показана в столон, следовательно заставим его вот так Ставить фильтр неудобно, он по всей длине не входит, поэтому нам его нужно сжимать Почему фирма Nissan все сложнее и сложнее заталкивает салонные фильтры, вот это непонятно Если это корпоративная какая-то этика, маркетинговый ход, то это дурость Выведите вы его под капот, чтобы люди могли удобно менять А так его надо, получается, плющить в фильтр Вот таким образом, чтобы засунуть И он теряет из-за этого свою форму Вот так Это большой минус Компании Идиотизм Просто другого определения не нахожу Ну если вы сделали такую узкую дырку, ну и сделайте фильтр поуже Ну вот пихал, пихал, запихал Другого определения здесь просто нету Именно запихал Потому что фильтр приходится мять, гнуть И я так думаю, что он полную свою рабочую площадь не закрывает Закрываем крышку Все, крышечку я закрыл И можно вставлять бардачок на место Подключаем разъем И вставляем бардачок А так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на этом все. Замену масла, масляного фильтра, салонного и воздушного, я закончил. Попробую скинуть интервал. Включаю зажигание. И вот правая кнопка с квадратиком, нажимаю ее и держу. Пока не замигает интервал. Вот, замигал интервал. Теперь нажимаю его, чтобы выставить новый интервал. Выставлю на 10 тысяч. Вот, выставил на 10 тысяч. Через 10 тысяч она начнет работать. Выключил зажигание, включаю. Все, у нас стоит интервал 10 тысяч. Это при условии, если надо выставить интервал. Если его нужно сбросить, процедура немножко другая. Также выключаем зажигание. Включаем зажигание. Нажимаем эту кнопку, пока у нас не начнет мигать. Когда начнет мигать, нажимаем две вот этих кнопки вместе. И у нас интервал сбрасывается. После этого выключаем зажигание, включаем, он сохраняется. Вот таким образом устанавливается или сбрасывается межсервисный интервал. На этом все. Замену масла и фильтров я закончил. Всего вам доброго.